Что представляло собой русское общество, которое существовало веками, развивалось, менялось, но все-таки в каких-то основных своих чертах оставалось все тем же? Ну, для того, чтобы более глубоко, так сказать, рассмотреть этот вопрос, давайте вспомним о том, как происходило объединение русских земель и формирование единого русского государства. Вот там зародыш всех позднейших, так сказать, изменений. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19 века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Есть схема образования единого русского государства, схема с точки зрения расстановки сил, социальных сил, социальных слоев. И обычно эту схему сравнивают с тем, что происходило в Западной Европе. И получаются очень любопытные выводы. Ну, во-первых, в Западной Европе объединение и создание национальных государств, оно происходило при поддержке двух мощных сил. Во главе этого процесса стояли города и дворянства. Города и дворянства. Ну и, конечно, лидером, так сказать, главным человеком в этом был король. И вот король, опираясь на города и дворянства, он преодолевая сопротивление церкви, потому что римская церковь не хотела создания национальных государств, для нее это опасно было, для ее авторитета. Но, тем не менее, значит, вот королевская власть, опираясь на мощные города, в которых есть ремесленные цехи, в которых есть свое население большое, и дворянство, которое тоже имеет уже свои, так сказать, полномочия. У нас в России все выглядело несколько иначе. У нас, ну, объединение страны – это конец 15-го, начало 16-го века. Что же в это время? В это время только-только появляется дворянство. Создателем дворянства был Иван Третий. После того, как он получил огромные новгородские территории, он их разрезал на маленькие кусочки, и эти кусочки поместьями он раздавал своим слугам, и таким образом, как грибы после дождя, стали расти дворяне. Дворяне, которые были воины, их главная задача – это защищать, так сказать, страну. Так вот, в конце 15-го, в начале 16-го века дворяне только-только начинают консолидироваться, как особая группа населения, имеющая свои интересы. Дальше, значит, города. С городами у нас вообще беда. Наши города, как правило, это укрепленные форты, это укрепленные, так сказать, какие-то остроги, точнее говоря. Они являются полицейскими точками, так сказать, полицейской власти, налоговой власти. Но, как правило, в наших городах очень мало торгово-ремесленного населения. У нас абсолютно не было ремесленных цехов. Поэтому города были слабыми, а дворянство вообще только появилось. Именно поэтому приходилось искать других союзников. Московские князья нашли таких союзников в виде церкви. Русская православная церковь на всем протяжении процесса объединения страны, безусловно, выступала опорой для московских князей. Конечно, церковь делала это не бескорыстно. Конечно, московские князья давали для монастырей, для епископских кафедр огромные милостыни. То есть и денежные суммы, и землю, и деревни с крестьянами. И вот в итоге возникла такая взаимовыгодная сделка, которая позволила московским князьям найти прочную опору в виде русской православной церкви. В условиях острой нехватки социально-экономических предпосылок для объединения страны важно было московским князьям закручивать гайки политической власти. И, собственно говоря, самодержавие, вот в той форме, о которой мы знаем, как абсолютная власть, оно формируется именно в это время, в начале 16 века. Ну а кроме того, в это время еще было очень много пережитков феодальной раздробленности. Тут очень много было таких, так сказать, правителей, таких ситуаций, которые действительно были прямым продолжением феодальной раздробленности. Ну те же, скажем, удельные князья, братья московского князя, которые в любой момент готовы были ему нож в спину всадить и, так сказать, на этом все закончить. Московское самодержавие выросло из проблемы объединения страны. Проблема независимости и проблема объединения, они были связаны между собой. И их решить можно было только через деспотизм, только через жестокий, свирепый режим, но это реальность того времени. Но, конечно, дело было не только в этих силах. Еще одной и очень важной силой в нашей истории, в социальной истории, была община. Община – это объединение крестьян, прежде всего, для производственной цели. Община существовала вот в качестве такой взаимовыручки крестьян еще со времен Ярослава Мудрого. Это русская правда, община называется мир, но и русская пословица известная – «На миру и смерть красна», то есть среди своей общины смерть красна. Важно понимать, какую роль играла община, почему ее только Столыпин отменил, хотя уже было начало 20 века. Так вот, есть одна очень важная причина, по которой не отменяли, боялись отменить общину. Эта причина состояла в том, что община помогала крестьянам выжить. Она помогала крестьянам выжить в неурожайные годы. И даже когда урожай был нормальным, но надо было его быстро убрать. И в этом отношении община была таким инструментом, который позволял… Сегодня они идут все на уборку, скажем, там, пшеницы у одного крестьянина, завтра поспело у другого, они идут к другому, и таким образом все успевают решить свою проблему, благодаря тому, что община приходит на помощь сегодня, завтра одному, послезавтра другому. Да, и вот поэтому убрать общину было очень опасно. А кто будет соединять крестьян, кто будет решать вот все эти вещи? Община была прежде всего объединением крестьян одного села или одной деревни. Объединение для решения общих хозяйственных задач. То есть в конечном счете для всеобщего выживания. Вот здесь очень важно отметить, что в России сама проблема выживания настолько была сложной, насколько тяжело было здесь все, так сказать, все решить, всего добиться, что без общины невозможно было. Невозможно было вовремя убрать урожай. Невозможно было, допустим, пожар. Сгорела изба у человека. Ну куда ему деться? Община не дает ему пропасть. Община поднимала бедных. Община немножко опускала, так сказать, богатых. И в этом отношении община была великим устроителем быта крестьянского. Ну, конечно, община формировала и психологию людей. Общинная психология – это огромная тема, о которой, в частности, Александр Иванович Герцен любил рассуждать. И он даже считал, что наш крестьянин по природе своей социалист, потому что вот у него есть община, общинный дух коллективизма. И на этом была построена целая теория русской революции, теория крестьянского утопического социализма. Ну, социализм у Герцена оказался несостоятельным. Но, тем не менее, идея сама, в общем-то, верная, что крестьяне, конечно, обладали определенной коллективистской психологией. И вообще в этом отношении я бы сказал так, что психология русского крестьянина, а ведь мы все из крестьян, мы недавно только стали, так сказать, городскими жителями. Так вот, психология русского крестьянина, она построена на противоположных элементах с Западом. Если у нас коллективизм во всех его формах, начиная от партийной организации и кончая общиной Ярослава Мудрого, то на Западе индивидуализм, индивидуализм, полная противоположность. Если у нас вера, то у них разум. Если у нас совесть, то у них закон. Таким образом, противоположная, но, во всяком случае, не совпадающая с западной ментальностью, это то, что сформировалось в результате многих веков жизни русской общины. Жизни общины, которая работала на спасение, на выживание всего коллектива. И в этом отношении, конечно, это великая страница нашей истории, истории трагической, потому что, в конце концов, это все превратилось во время коллективизации в второе издание крепостничества, когда колхозы стали принудительной общиной, карикатурой на ту общину, которая была до революции. И колхоз с его принудительными методами управления, с его, по сути дела, ограблением крестьян, это, конечно, уже совершенно не та община, которая спасала крестьян, которая помогала им выжить. Но тут я бы еще обратил внимание, знаете, на что? Дело в том, что Россия такая страна, историческая Россия, Россия, где очень много бедных и очень мало богатых. Вот соотношение бедных и богатых, оно катастрофическое с точки зрения того, что бедных очень много, по сравнению с ними фантастически богатых людей немного, и они держат в руках все. И вот средний класс, который повсюду является источником стабильности, источником прогресса, источником демократии, в конце концов. Демократия основана полноценная на среднем классе, потому что средний класс – это люди, которые довольны жизнью, в общем-то. У них есть все необходимое, и они не будут идти на баррикады. Так вот, к сожалению, в России почти не было, исторически не было среднего класса. Почему так? А потому, что я уже говорил, что у нас не было богатых городов, у нас не было развитого производства. Откуда появляется средний класс? Это прежде всего из производства, из торговли, финансовый капитал, торговый капитал. Это противоречие между очень бедными и очень богатыми, оно для внимательного наблюдателя нашей русской жизни, оно заметно. Оно заметно, как, знаете, такой как бы подземный гул, который в любой момент может взорваться. Россия – это заряженная бомба, которая может взорваться когда угодно, когда не ожидаешь. Ну, возникает вопрос, почему наши люди, которые живут бедно, которым тяжело, но они, в общем-то, не склонны к мятежу, понимаете? Бывали, конечно, в нашей истории мятежи, но таких вот мятежей, как, скажем, во Франции, постоянно там каждые 20 лет там что-то случается, у нас нет. У нас нет. Почему? Ну, причин много. Во-первых, полицейская система, которая у нас одна из лучших в мире, говорят. А во-вторых, видите, дело в том, что русский человек, он понимает, даже не сознанием, а подсознанием, он понимает, что Россия – такая страна, в которой, как бы не было плохо, но всегда может быть еще хуже. Поэтому не трогайте, дайте самим людям разобраться. Ну, у нас в нашей истории было несколько крестьянских мятежей. По сути дела, были городские восстания, редко, но были. Это городское восстание, например, 1547 года, когда вот эти самые глинские, которые купались в золоте, уже буквально вокруг трона стояли, они настолько у всех вызвали ненависть, что малейшей какой-то искры хватило для того, чтобы понялся мятеж. Таких примеров можно привести еще несколько. Ну, например, тот же Пугачевский бунт, Разин, понимаете. Вот в этом отношении, конечно, проблема среднего класса – это ключевая проблема не только истории, но и нашей современности. С одной стороны, идеальное решение состоит в том, чтобы создать средний класс. Но для этого нужно иметь развитую промышленность, которой у нас нет. Значит, неидеальное решение состоит в том, чтобы усиливать военно-полицейский аппарат государства, чтобы, так сказать, все проявления вот этого вот недовольства народного перехватывать на начальном уровне. То есть есть разные способы борьбы с этим явлением, но я повторяю, что оно возникает неожиданно. Февральская революция, она была совершенно неожиданна. Все говорили, что, боже мой, мы проснулись в другой стране. Вот, поэтому я думаю, что проблема среднего класса, проблема вообще обеспечения городского населения правами – это одна из центральных проблем русской истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова